с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 15 октября международный день белой трости история как символа слепоты берет начало в 1921 году британском городе брестоле жил молодой профессиональный фотограф джеймс биггс который после несчастного случая потерял зрение надо было начинать новую жизнь и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости но вскоре он понял что на его черную трость не реагирует ни прохожие не водители тогда он покрасил трость в белый цвет и она стала заметно сегодня всемирный день мытья рук в 2020 к этому моменту нашей повседневной жизни мы стали относиться куда серьезнее также сегодня международный день сельских женщин просто потому что они составляют более четверти населения земного шара играют ведущую роль в производстве продовольствия в развитии стабильности сельских районов у родившихся 1814 год в этот мир приходит русский поэт прозаик драматург художник михаил лермонтов русской литературе считается наследником и продолжателем александра сергеевича пушкина его драматургия сыграла значительную роль в развитии театрального искусства многие произведения лермонтова нашли свою интерпретацию в живописи театре кинематографии его стихи обогатили русскую музыку послужив основой для оперного симфонического и романсного творчества нет я не байрон я другой еще не ведомый избранник как он гонимый миром странник но только с русской душой 1841 год день рождения савы мамонтова русского предпринимателя мецената благодаря ему мир узнал таких замечательных художников как коровин серов в рубе или многих других благодаря его помощи на свет появились многие скульпторы и картины русских художников ставшие впоследствии шедеврами сава мамонта является еще основателем русской оперы той самой в которой рассвел гений шаляпина и где были поставлены в некоторых случаях впервые многие оперы национальной школы мамонтов и музыкальность стали в москве синонимами 1844 год день рождения фридриха нитше немецкого философа представителя и рационализма и волюнтаризма поэта в 1869 79 году профессор классической филологии базиска университета творческая деятельность нитше оборвалась в 1889 в связи с душевной болезнью в 1948 году родился крис де бург ирландский певец который любит леди в красном и русскую водку в лунные ночи а в 1976 году певец николай басков оперный и эстрадный одновременно народный артист украины мастер искусств молдовы народный артист россии кандидат искусствоведения профессор кафедры вокала известен также как телеведущий киноактер и педагог события дня 1666 год английский король карл второй предстал перед парламентариями в невиданном дотоле одеяние жилете наряд короля был сшит из недорогой и неброской ткани карл хотел чтобы новый стиль одежды при дворе стал менее чопорным и пышным не желая напрасно эпатировать публику карл предупредил лордов за неделю до презентации по словам современников вскоре после этого весь английский двор был полон жилетов 1815 год окончательно поверженного 46-летнего наполеона бонапарта чьи походы два десятилетия подряд сотрясали европу доставили в ссылку на принадлежащий великобритании остров святой елены здесь на самой невзрачной и неприветливой скале между африкой америка ему предстояло провести последние шесть лет жизни 6 мая 1821 бонапарт умер последние слова франция армия авангард 1908 год на экраны выходит первый русский фильм понизовая вольница стенька разин и княжна режиссера ромашкова считается даты рождения кино в россии а в 1919 году в москве на базе бывшей шереметьевской больницы образуется центральная больница неотложной помощи в день пятилетия советского здравоохранения она будет переименована в институт скорой помощи ему присвоит имя выдающегося русского хирурга и ученого скалифосовского 1940 в нью-йорке мировая премьера фильма чаплина великий диктатор политической кино сатиры на гитлера свою первую полнометражную 124 минуты звуковую ленту чаплин снимает по собственному сценарию на своей студии и на свои же 2 миллиона долларов режиссер одновременно выступает в двух главных ролях симпатичного еврея цирюльника и аденоида хинкеля изображающего германского фюрера фильме есть и правдоподобная имитация истерической речи последнего и его знаменитый танец с воздушным шаром виде глобуса под музыку вагнера по воспоминаниям советского маршала мерецкого во время войны великий диктатор был предложен для проката в ссср но после закрытого просмотра фильма диктатор советский его отверг 1956 первый сбор труппы театра современник состоящий из выпускников студии молодых актеров как будет вспоминать олег табаков старый актером хата называли членов студии вот они наше будущее наши будущие гробокопатели их будут глухо и мрачно отторгать это и побудит создателя студии олега ефремова основать новый театр 2000 год в париже на знаменитом монмартре появилась так называемая стена любви на этом сооружении площадью 40 метров квадратных на синем фоне белыми буквами написаны признание в любви на 311 языках то есть практически на всех официальных языках мира стена разукрашена по инициативе местных торговцев тремя художниками даниэлем булони фридериком бароном и клэр кито ну и последнее в 1582 году согласно булле папы римского григория 13 жители католических стран италии испании португалии бельгии франции и католики дании заснув накануне вечером 4 октября проснуться только 15 октября таким образом в истории этих государств дни с 5 по 14 начисто отсутствует другие страны проделали подобную операцию позже когда григорий 13 занимает высший пост в католической иерархии с календарем творится бог знает что за каждые 128 лет юлианского календаря он набирает целый день так что к описываемому времени разошелся с реальностью на целых 10 дней ученые давно бомбардировали святой престол докладными необходимости реформ смещались даты пассивных затруднялись астрономические наблюдения так далее григорий 13 обратился к астрономам по их расчетам и предложением выходило что нужно изменить правила вычисления високосного года и тогда ошибка перестанет накапливаться а чтобы календарь обрел второе дыхание необходимо перескочить через эти 10 дней григорий 13 с предложениями согласился что и случилось странах ревностного католицизма в 18 веке на правильный календарь перешли протестантские страны еще позже азиатские и православные вот так вот начиналась история нового календаря с вами был николай пивненко в проекте дата